745 грамм разных отходов. Именно столько ежедневно выбрасывает каждый россиянин. И чаще все в одном пакете. А вот Ирина Молодцова уже несколько дней сортирует мусор. Во дворе установили специальный контейнер для пластика. Теперь бутылки выносит в одном пакете, все остальное в другом. Это очень удобно дома сортировать и пластмассовые бутылочки сюда бросать, а мусор в контейнер. А если еще будет больше сортировка, вы готовы этим заниматься? А почему бы нет? Конечно, готовы. Это и экологически почище будет, и в городе чище будет. Конечно, готовы. А вот сосед Ирины пока не готов сортировать мусор и выносит его по старинке в одном мешке. Видели, что контейнер у вас стоит для сортировки мусора? Да, видел. А почему молочную бутылку выкинули вместе со всем? Ну, потому что у нас привычки такие. В городе неделю назад в рамках пилотного проекта установили 10 контейнеров для пластика. И за это время еще ни один не вывезли. Где-то они заполнены на треть, а где-то на половину. И это можно считать хорошим результатом в некоторых дворах баки уже на ремонте. У нас первую же ночь произошли целый ряд ландальных действий в отношении данных контейнеров. Ну, не без этого. Да, они уносят колеса, они опрокидывают контейнера, отрывают таблички, откручивают колеса. Засовывают туда не то, что должно там находиться. Пока коммунальщики чинят контейнеры и надеются, что проект приживется. Ведь научились жиреутовчане отдельно выбрасывать батарейки и лампы. Не все, конечно. Но за два года с вывоза раз в месяц перешли на еженедельный. Со временем это войдет в тенденцию, и контейнера не только для пластика будут установлены у нас в городе, но и также и по раздельному сбору бумажных муклатуры, бумажных носителей, также для сбора металлолома. То есть, в принципе, с чего-то нужно было начинать. По словам специалистов, чтобы приучить жителей к сортировке мусора, требуется не один день и даже не один год. Германии потребовалось 10 лет на переход к раздельному сбору мусора. В Польше времени ушло меньше, правда, там ввели повышенный тариф на вывоз общего мусора. Есть еще один способ сознательность. Психологи подсчитали, если хотя бы 4% горожан что-то начинает делать, остальные это постепенно подхватывают. Дарья Макаровская, Алексей Золотарев для РТВ.